Уйна Ивана, Тайна Купала, Там девчина На протяжении четырех дней в Венсполсе царила белорусская культура. Белорусское общество «Спадщина» продемонстрировало венсполсчанам и гостям города, насколько схожи традиции наших народов, организовав традиционный фестиваль белорусской культуры от Лига до Купалы. Обрядовая Купали равносильно латышскому Лига. Когда-то до создания Григорианского календаря праздники Лига и Ивана Купала праздновались в один день. С сегодняшнего дня начинаются Дни белорусской культуры в городе Венсполсе. Это уже одиннадцатый год подряд идет такой фестиваль. Он уже считается фестивалем международным. Он настолько стал популярен не только в Венсполсе, но и в Белоруссии, что в этом году мы хотим удивить наших зрителей профессиональным коллективом Купаленко Минской филармонии. В этом году гостями праздника стали ансамбль белорусской народной песни и танцы «Сопотканье» и фольклорный ансамбль белорусской государственной филармонии «Купаленко», руководит которым заслуженная артистка Белоруссии Елена Телькова. В четверг, 2 июля в Венсполском приморском кемпинге с сольным концертом выступил коллектив Купаленко. На следующий день на Венсполской площади Дзирного в честь открытия Дней белорусской культуры зрителям была представлена яркая концертная программа с участием гостей и местного ансамбля белорусской песни «Журавинка». А в субботу вечером, соблюдая белорусские традиции и ритуалы, собравшиеся отмечали праздник Купали. Фольклорный ансамбль Купаленко кастролировал и принимал участие в концертах, которые проходили в разных странах мира. Коллективу в следующем году исполнится 50 лет. К этому событию они готовят особую программу, с которой планируют выступить не только на своей родине. Песня «Журавинка» В Венсполсе мы первый раз. В Латвии были очень много раз везде. В вашем чудном, красивом морском городе первый раз. Сольный концерт в Венсполсе, я думаю, состоится в следующем году. В данное время мы ведем переговоры и с городом Венсполс, и с другими городами Латвийской республики о организации сольных концертов. Большим сюрпризом для зрителей стал момент открытия Дней белорусской культуры. Купаленко специально для этого концерта подготовила подарок для латвийской публики, разучив и исполнив гимн Латвии. Песня «Журавинка» 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дважды мы были на Славянском базаре как гости, ну в рамках конечно национальных культур, не эстрадного искусства, а национальных культур. Кроме всего прочего мы были в Витебске, мы были в Минске, мы были на родине Агинского, там тоже был такой интересный фестиваль. Ну девочки, помогайте, где мы еще были? В Дубровно мы были на фестивале. Мы также участвовали в фестивале Ладгальских национальных культур, нет, как называется? Ладгальский венок. Ладгальский венок, мы участвовали в фестивале Ладгальский венок в Индре, там представляли вот свой город. Когда мы были на Первом славянском базаре, у нас коллектив небольшой, мы ездили на микроавтобусе и попали в такие дни, что на солнце было 35. И вот нам приходилось с одной точки площадки для выступления с одной эстрады на другую перебираться и переодеваться в костюмы. И костюмы у нас тогда еще были первые, они были суконные, но это было очень смешно, потому что в такую жару в автобусе, в маленьком автобусе, это, ну, это, ну, акробатические номера. ПЕСНЯ На концертах Дней Белорусской культуры царила особая дружеская атмосфера. Представители разных национальностей пританцовывали в такт белорусской музыки, подпевали и заряжались положительными эмоциями. Организаторы мероприятия обещают, что и 12-й фестиваль будет не менее красочным и веселым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok